Мамочки! А чё вы фыркаете-то? Вы чё фыркаете? Обступили меня, мама родная! Отойди, я сказала! Правда? Ну ещё поговорите со мной, поговорите! Синяки! Вот вы чё фыркаете, а? Сопливые! Я не люблю мальчишек с соплями, не люблю! Ой-ой-ой! Да, девоньки? Кто так дышит-то тяжело? Вы чего? Да? Ну ладно, сколько у вас градусов? 24-25 почти! Ну сейчас уже солнышко скрылось, всё, сейчас прохладнее будет! Так, в общем, короче говоря, убрали мы мальчика и девочку, веса вам показали, сами попробовали, сами не попробовали ещё, но попробовали другие, сказали, что потрясающе! А, нет, мы на одной дегустации присутствовали, где грудь, да, мы делали, нам дали кусочек попробовать, да, действительно, как всё, как обещали, в общем, как постная свинина! Молодая! Молодая, да, очень вкусное мясо, отличное! Вот, бедро мы пока ещё не ели, вот грудь пробовали, и, в общем, получилось так, что нам поступило заказов на 8, да? 8, на 9 штук! На 9 штук, да! 2, 2 и 6! Почему? На 10! Нет, 2 мы вчера отвезли, сейчас вот у нас заказ на сколько? На 6 и ещё одна! А, одна, ещё одну берут! Всё, я поняла, да-да! Сколько получается? 9, да? Да! Вот, 9, короче, мы убираем! У нас девочек на всех не хватит, получается 8 девочек будет, и одного мальчика придётся убрать! Вот, а остальных уже оставляем, дальше будем смотреть на какой-то срок, ну, скорее всего, до 6 месяцев! Но остальные тоже уже поступают заказы! Ну, нет, мы хотим посмотреть, понаблюдать! Вот, в общем, веса, если будет возможность, мы всех этих тоже напишем, ну, если успеем до выхода ролика! Рост недра, из-за тебя ничего не видно! В общем, пришло понимание у нас, как нам кажется, как правильно перощипать индейку! В общем, сейчас я делаю каким образом? Я её запариваю, и сначала руками врываю хвост и маховые перья! и уже без них, потому как они настолько забивают барабан, вот пальцы боковые, что потом очистить перосъёмку очень сложно! И если они проваливаются вниз, барабану, то там, вот эти вот проталкивающие пальцы, они не справляются с этим трубочным пером! И перосъёмке очень тяжело! В общем, я боюсь, как бы хороший, надёжный китайский мотор не сгорел! Вот, поэтому мы сейчас вот её вот так вот запарим, и я покажу, что дальше! Всё, вот мы её положили, я... О, нормально! Я выдираю хвост! Лапы, крылья, главное, хвост! Вырвать! Но в нашем случае и крылья тоже не помешает, да? И вот она получается без вот этих вот больших перьев прям идеально щипается! И крутится там лучше, да? Не слазит, да! И как бы и крутится она легче! И переворачивается как надо! А, видимо, вот эти вот крылья маховые, перья, да, они не давали! Поэтому вот так вот мы... Ну, перо реально я хоть и то, стержень вставляю и пиши! Посмотрите, какое-то толстое! Гусиные обычно используются! Ну, это, по ходу, тоже возможно! Так, вот, все, ноги отрезаем! Короче, все, хвост! Ноги отрезаем! Зачем? Напомни, пожалуйста, кто смотрит нас первый раз! Вот, кстати, здесь сустав в индейке! Сложно, да? Да, как-то он неявный! Ноги мы отрезаем для того, чтобы в перосъемке, ну, я не знаю, индейка-то может ничего, ей все равно, но в перосъемке броллера, допустим, с ногами щипать, то рвет... кожу когтями? Кожа рвет, да, застревает, ломает ноги! Почему ты не отрезаешь голову? Не отрезаю голову, потому что если голову отрезать, то шея... Кожа на шее! Да, в области колен может оказаться! То есть, можно вытащить без кожи, да? Да, вот так вот с головой она, это самое, надежнее, кожа не рвется и... Как у кур, так и у индейки, да, мы делаем? Ну, да! Поехали! Да! От нашей любви мне остался индюк, остальное ты забрала с собой. И если мне грустно становится вдруг, он смешно так трясет головой. А он важный такой, напыщенный весь, и в этом так схож он с тобой. И если ему предложить его съесть, он будет трясти головой, вот так, лох, индюк, замечательная ты скотина, но, индюк, почти настоящий мужчина. И если мне плохо становится вдруг И хочу я покончить с собой Ебо я спрашиваю, что ты скажешь, мой друг Помашет он мне головой, мол, типа не надо Еще не ест после шести Еще одно сходство с тобой Способен часами пургон нести При этом тряся головой вот так Врагам на подушке Тут три перышка осталось Вот здесь вот видишь, где жирок разбивает Ну потому что долго ее крутишь Дольше, чем бролера И я видим из-за этого Или здесь вот кожа такая нежная Мне кажется, что здесь жирок как раз мягкий И пальцы его разбивают Ну да, из-за жира, конечно Это вот маленькая индейка До этого крутилась вон какая большая И почистилась вся, да? Почистилась вся полностью Да, я даже еще не забирал Надо ее переворачивать Или давай вторую, чтобы воды уровень Да, чтобы воды уровень побольше был И надо водички еще добавить холодной Потому что мне надо, чтобы она остыла У нее очень долго внутренности остывают И потрошить ее сложнее Горячую Ну вот такая тушка Саша, на скидку сколько примерно она весит? За шею ее осторожнее Она жирная Сейчас может, Саша, лопнуть Ну это, наверное, килограмм Восемь Все Восемь с половиной Молодец, Глаза Алмата Ну та вот побольше А хочешь ту притащи? Притащишь? Осторожней Давай 10,775 780 Ну снова же, уже без ног, без головы Но не потрошенная Значит будет где-то 9,5 Ну грубо, да? Ну да Вот весы, обнуленные стазом И сейчас я его сюда дотащу Этого индюка Положу девочку И покажу вам, сколько будет Вот Вот такой вот, короче, индеец Потрошенный 8,565 Это первый Вот такой второй 9,495 Засовываем его в пакетик Вот так и подписываем Сейчас посмотрим, сколько он весит Сейчас ты его распотрошишь И мы уже в чистую весу Его на весы положим, да? Да Пока самая маленькая девочка 7,5 килограмм Самая большая девочка 9,5 килограмм В чистом, да? Да, да, да Пушкой Ну сколько по трохам весит Ты уже приятно прикинула? Ну я уже взвешивала Я посмотрю потом Нет, ну вообще так вот На скидку Сколько от грязного веса Можно вычитать? Ну вон лежат по трохам Уже я на пакет положу на весы Будет от трех птиц От трех птиц Да, да Положи, давай От трех девчонок Не все равно делать пока ничего Ну да, я пока жду Пойдем посмотрим Только у меня весы могут быть выключены, Саш Переобувайся, переобувайся Сейчас орать будет Так что переобуваемся обязательно Так О, весы включены Какое счастье Слушайте, вам не кажется, что это мало? Саш Сто Ну, кило пятьсот, короче Полтора килограмма на три тушки Я тебе больше скажу Здесь и желудки, и жир еще Да Может быть такое? Одно сердце Два сердца Да это, конечно, но просто потроха А, все, я туплю тоже Ха-ха-ха Мы тупим вместе Так, стой, сердце третье Вот три сердца Желудок один, два Вот третий желудок Жирка С лихвой чуть-чуть Для тех, кто тупит так же, как и мы В бройлере Семьсот, восемьсот грамм потрохов Ну так там не желудки, печень и сердце Там же все потроха С кишками, пищеводами Толстыми кишечниками Со всем этим барахлом Восемьсот грамм Так что здесь с чистоганом Ливер, так скажем, съедобный Весит полтора килограмм Третья Девчонка Слушай, у нас сюда не влезет Ну надо как-то положить ее Вот так, да, да Я положу Шея, ну и что, она будет свисать Но она ничего не коснется И поэтому вес останется неизменным 9,335 Так, кичет на весы, Лена Все 9,330 Похудела Что ты скажешь, там воды, целая индейка Чего? Все по нулям 10 грамм вон натекло Вот для чего вы воду ее кладете Жулики Тунецы Бездельники Нет, ты с тазом вместе мне мальчика не неси Я не несу, ты с тазом вместе мальчика А, ты девчонку перекладываешь? Накрой полотенцем обязательно Так, вот Ну вот Но он не потрошенный 13 килограмм, правильно? 4 месяца Да, 13, да, не потрошенный А, кстати, вы считаете, сколько потроха, да, будет получается? 4 месяца и 5 дней ему 4 месяца и 5 дней Это мальчик Да Одного мальчика колбаснули, потому что не хватало девочек Воды натекло 10 грамм, видите как Иди разделывай Все, сейчас я разделаю и взвесим уже точно скажем, сколько вам потроха весит Так, вот мальчик 4 месяца хайбрид конвертер Это яйцо французское, не Канады Канады говорят еще Больше? Больше, да Ну, не знаю, по крайней мере, так на форуме я читал Ну, это яйцо было куплено вот одно из первых Сначала поставок, там была только Франция Как мне объяснили Может, меня обманули, я не знаю Ну, мне нравится результат, я довольна Ты? Да, конечно Здравствуйте, Александр Сергеевич Не соблаговолите ли вы рассказать Какую особь женского пола То есть самку или мужского пола Породы хайбрид конвертер индюка Вы сейчас Обеспирили Вас интересует что? Половая принадлежность, пожалуйста Внешние признаки, Бен Оценка ее внешности Или конкретно количество Сколько я забил до нее Мне интересует половая принадлежность данной особи И количество Какая она по счету? Это девочка, последняя Последняя из сегодняшних Вообще последняя У нас девочек больше не осталось О, девочек Каких девочек? Самок? Ой, пардоньте Пардоньте Самок, конечно же Самок, которых мы Ложим Из которых Текет вода Да? Вот так Ты решил наступить на все возможные грабли? Да Так мне срочно нужно бежать Это самка по счету Какая за сегодня? Ну, я не знаю За сегодня третья А вообще последняя За сегодня третья То есть мне еще две надо делать, да? Да, да Еще две вот лежат А я? А ты прогуливаешь Мягко говоря Да, тебе Выговор с несением Что это за рассечение такое? Вот так вот посидели на ней Да ты что? Да Не успели опять, да? Да Ну ладно Все, последняя самка Значит больше с этим проблем не должно быть Правильно я понимаю? Одни мальчишки О, одни самцы остались Ну да Но они драться могут начать И тогда будет Если девочек нет, то драться Если самок нет, то драться Они им не могут, нет? Или могут все равно? Теоретически так, да А там мы не знаем Посмотрим, понаблюдаем За самками, самцами Породы хайбрид конвертер Да Договаривай, пожалуйста У тебя абсолютно не культурная речь Да я быдло вообще Деревенская Деревенская Ну ладно Пошли свои быдлячую работу выполнять дальше Так Тара Все, поехали 8790 Следующую тащи А это куда? Выкни в окно За забор По нулям Тихо, тихо 9,335 Ага Окей По нулям 9,305 Все, забирай Вот третий индючок Который нами разделан Разделан в смысле разрезан на части Значит, грудь Это называется с любовью, да? Сердечко такое получается Там есть элемент кости Вот, но в основном это только чистая мякоть Суповые наборы Два Из спинки с хвостом И вторая часть И еще один Это шея Шея пожирнее Но суп из нее получается Очень-очень вкусный Крылышки Два в одном пакете С элементами Немножко груди С мякотью Голень Как нет? Окорочок, да? Весь Голень и бедро совместно И второе Голень и бедро совместно Вот в таком формате Мы разделываем индейку Для своих покупателей Вам не покажем Как мы это делаем Потому что мы считаем Что мы еще совсем далеко Не профессионалы В этом вопросе Но стараемся разделывать Аккуратно И я так разделываю Петухов Кур Кур Бройлеров Так как мы учимся Очень быстро Без ложной скромности Могу сказать Что все экстерном сдаем Я думаю Что скоро мы вам покажем Как разделывает индюка правильно Почитаем Поучим еще Попробуем У нас еще сколько штук есть? Восемь Восемь штук для тренировок Ну через пару месяцев Наверное Да это разделка будет? К шести месяцам Ну еще двоих просят Посмотрим Может быть Еще двоих Ну Саша Ну все уже больше Тогда нечего будет Через два месяца уже Давай посмотрим Ладно Может драться будут Еще чего Там дело такое Наживное Природа Мать ее Извиняюсь Вот Ну короче Как только мы будем спецами Вам покажем Пока нет Взвешиваем Бройлеров Блин Чуть не сказала Короче индейку Взвешиваем Разделку Не разделку Взвесили Посмотрим Насколько мы наживаемся Если не меняем Цену и вес 9365 Атас Веселей рабочий Атас Уполномочен Заявить Так 9305 Она стала тяжелее После раздела Фантастика Нет я серьезно Это магия Детки Слушай А как такое может быть Пакет тяжелый Нет серьезно Подожди Наклейка Наклейка Пятерочки Вот столько Весит Да Давай еще Ну все по нулям Давай без А Нет не получится Не могут пакеты Столько весять Ты что-то понимаешь Я шучу Хотя подожди Чего ты мне В заблуждение водишь 305 305 Ну разница 60 грамм Что 60 грамм А 60 грамм Пакеты наверное Весит 60 грамм Сколько здесь пакетов Сейчас мы пакет взвесим И обязательно Еще с наклейкой Пятерочки Нет она граммы Так не может Не покажет Ну вот хорошо Пакет Ну перестань ты Не может Он 100 грамм А он один не может Это сколько пакетов Ты еще А там пакеты же Пакеты в пакетах же Ну вот все 10 грамм пакет Все правильно И еще миллион пакетов Так что И некоторые в двух пакетах Так что мы вообще правильно Взвешиваем сначала Целую тушку Разделываем Разделываем По пакетам упаковываем Большой пакет Все это запихиваем И получается Что у нас Вес адекватные Чистые тушки А скажи Да Ну в принципе Мы только почки выдрали Все точно А Саша А почки-то же мы выдрали Должно меньше на почки быть А почки вся Крем 50-60 Зачем ты рассказала Что ему почки выдрали Хорошо Хотели это скрыть Доложи в пакетах Я вам там кошки отложила Знаешь что мне скажи Тогда мы получается Не берем за разделку Правильно ничего Но по-любому Денег? Да Как бы с нас не взяли Да Ну ладно Хорошо На то мы порешим Всего доброго До новых встреч Подписывайтесь на канал Не забывайте ставить лайки Дизлайки не забывайте ставить Смотреть рекламу И мы наконец-то Может быть когда-нибудь Накопим на микрофон И вы не будете Придираться к звуку И Всего доброго Жмите в колокол Да Колокольчик не забывайте А то мы стараемся Для вас видео делаем А вы и не в курсе Александр Вам завтра 40 лет Ах Александр Сергеевич Милый Боже Не надо Нам ничего не сказали Не надо творчества Пожалуйста Это на другом канале Где-нибудь Ладно? Кому ты хочешь поднасрать Можешь послать эту песню Пускай выложат Тебе 40 лет Говорят Завтра Врут Да Я себя ощущаю На 16 На 16 По мозгам тоже По мозгам только ощущаешь Ха-ха На ладно Да Уж не так страшно Стать бабушкой Как спать с дедушкой Ну ничего Держитесь Но по сарам Переодень Мой рубашку Тебе индюки порвали Покажи спину Я борол Боже мой Это они тебя из-за делок Так порвали Из-за самок Ибо нефиг было Покушаться на их собственность Сзади подходили Молочь Пах-пах-пах-пах-пах Так? Да Я сегодня яйца собирала Они тоже на меня пыхтели И недобро смотрели Вот самок убрал Теперь будешь сам там яйца собирать Я не пойду будешь к ним Надо тогда в этом Краги одевать Да и вон сварочная пара Этот костюм Чтобы вас не прорвали Знаешь, что мне скажи? Скажи, скажи А у индюков может сопля приподниматься Когда заходишь? Какая реакция у них должна быть? Ну моя сопля приподнимается Периодически еще до сих пор Несмотря на то, что тебе Про индюков я не знаю Соборо лет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok